Основатель саентологии Рональд Хаббард сказал, что если создать свою религию, то можно разбогатеть, и подтвердил свои слова личным примером. А мы расскажем, как создать свою религию и насколько реально на этом заработать деньги. Религия – это мировоззрение, основанное на вере в сверхъестественное, поэтому теоретически любой антинаучный бред, в который кто-то верит, это уже религия. И любой человек, у которого Бог в душе, это творец новой религии. Однако на практике религии считается только то, где есть религиозная организация, занимающаяся сохранением, развитием и распространением этой религии. Простейший способ придумывания новой религии – написать книгу об устройстве мира. И организовать фан-клуб читателей. Если только читатели будут. Общий принцип религии таков. Есть система догматов, формирующая вероучение и подборка авторитетных высказываний, пусть даже вырванных из контекста, подтверждающих это вероучение. Например, первая догма. Известный опасный вирус нейтрализуется колокольным звоном. Поэтому все люди должны носить в носу колокольчик. Эту догму надо дополнить псевдомедицинскими высказываниями православных врачей о пользе церковного колокольного звона. И второй догмат. Есть люди, которые по природе не восприимчивы к этому вирусу, им колокольчики в носу носить не надо. Подтверждаем авторитетной медицинской литературой про разную восприимчивость разных людей к разным болезням. А еще надо придумать экспресс-тест, отличающий тех, кому колокольчик носить, а кому нет. Получилась бы религия, сформировавшая общество, разделенное на Четлан и Пацаков, на планете Плюк, из фильма Кинзадза. Но благодаря этой религии мы получим не высокоразвитую цивилизацию, которая может летать на пепелацах в любую точку вселенной, а отсталое кастовое общество. Например, как в Древней Индии, которую завоевали и колонизировали европейцы. То есть такая религия будет не помогать обществу, а мешать ему. А теперь попробуйте эту религию внедрить в общество. Скорее всего не получится, не хватит административных ресурсов. Гораздо проще не придумывать новую религию, а использовать уже существующую религию. Например, в рамках стандартного православного христианства придумать очередную чудотворную икону. И организовать прибыльный религиозный туризм к ней. Но тогда придется конкурировать с Серафимом Саровским, с Ксенией Петербургской и с Матроной Московской. И кроме множества конкурентов, добавится внутри организационная борьба. Например, когда ваш религиозный бизнес начнет приносить прибыль, церковное начальство найдет к чему бы к вам придраться, вас переведут далеко и надолго из вашего прихода, а ваш бизнес передадут кому-нибудь своему блатному. Даже основатели христианства, ученики Иисуса Христа, вместо монетизации получили от своей новой религии гонение и насильственную смерть. Христианство вышло на хорошую монетизацию только в Средневековье, но не за счет того, что религия, приносящая прибыль, а за счет феодального землевладелья. Кто забыл, в Средневековье церковь это крупнейший феодал. Итого, как у любого бизнес-тренера, у Рональда Хаббарда небольшая недоговорочка. Разбогатеть можно, если кроме своей религии создать приносящую прибыль конкурентоспособную религиозную организацию. А это еще сложнее, чем создать новую сеть магазинов или ресторанов. Лично мы не советуем делать бизнес на религии. Придумывайте и разрабатывайте более нужные людям товары и более материальные.